Здравствуйте! В эфире Астана Онлайн, программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. Завершился первый автопробег Олтокмура, посвященный десятилетию принятия государственной программы «Культурные наследия». Инициатором автопробега выступил Национальный музей Республики Казахстан. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостей нашей программы, пиар-менеджером музея Асею Казимбаевой. Добро пожаловать в нашу студию. Но перед тем, как начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. История страны теперь собрана воедино. В столице появился свой Национальный музей, где собраны все сокровища наших предков. Музей состоит из нескольких залов. Каждый из них раскрывает историю той или иной эпохи. Кроме того, здание полностью оснащено оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Музей уже заинтересовал выдающихся деятелей искусства всего мира. У нас уникальная коллекция произведений художников бывших союзных республик, ныне независимых государств. У нас действительно очень это интересно представлено в наших фондах. Может быть, мы будем думать и о таком проекте. Поэтому мне кажется, что сейчас событие, которое нас всех должно вдохновить на какие-то замыслы, на то, чтобы придумать что-то интересное для зрителей, которые придут в этот абсолютно уникальный музей. Спустя несколько дней после своего открытия Национальный музей пригласил всех желающих на выставку «Традиционный текстиль Центральной Азии и Кавказа. Наследие Великого Шелкового Пути». А этажом выше расположились работы британского скульптора Цадака Бен Давида. Каждая из них представляет собой воплощение оригинального замысла художника, где природа по велению мастера удивляет и интригует. Кстати, уже в скором времени жители и гости столицы смогут посетить еще ряд интереснейших выставок. До конца года у нас пройдут выставки, посвященные Дню первого президента, выставки, которые рассказывают о независимости Республики Казахстан. То есть вот такой вот плотный график работы выставочных центров нашего музея. В Национальном музее имеется Центр по консервации и реставрации, безопасные фонды хранилища, отвечающие мировым стандартам хранения артефактов. Новый культурно-исторический объект намерен привлекать к сотрудничеству лучшие музеи мира. Я просто только вошла в это здание, вижу, какие здесь огромные возможности. Было бы очень интересно поработать с вашим музеем. Мы согласны, у нас ведь очень большие коллекции, причем очень разные. Мирового искусства, начиная от древнего Египта, от древних цивилизаций, которые здесь тоже имеют место, вот, и вплоть до современности. Площадь музея составляет свыше 70 тысяч квадратных метров, а общее число экспонатов достигает 200 тысяч. Все это должно помочь посетителям, особенно иностранным, лучше узнать нашу историю. Асия, первый этап культурного автопробега длился около 10 дней. Через территории каких регионов пролегал ваш маршрут и какие важные исторические объекты вы посетили? Первый этап автопробега у Тухмара предполагал посещение 7 областей южных и центральных регионов Казахстана. Это Алматинская область, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Казалардинская. Также мы посетили Карагандинскую, Костанайскую области и завершили автопробег в Акмонинской области, посетив Боровой и проведя пресс-конференцию в Астане, завершили первый этап автопробега. Мы посетили такие знаменитые культурно-исторические объекты, как древние городища Саганак, Сауран, Сайрам, Бас-Хамыр. Это, конечно, не передать словами, это действительно надо видеть, особенно для тех, кто в данных регионах не бывал. И вообще мало что знает о историческом богатстве нашей страны. Также мы побывали в священных для мусульман местах мавзолеях Айша-Биби, мавзолеях Карахана, Даудбека. Конечно же, самым главным событием и лучшим впечатлением для меня было посещение мавзолея Ходжа Ахмета Ясавы. Первый этап именно вашего автопробега, он ознакомительный. Сделаны ли предварительные выводы о состоянии важных исторических объектов? Как вы знаете, наш автопробег посвящен десятилетию принятия государственной программы «Мадени Мура». Как мы знаем, эта программа давно и успешно реализована, но этот юбилей для Национального музея имеет особое значение, так как сам музей был создан по программе «Мадени Мура». И большинство артефактов, найденных в свое время по этой программе, были переданы в фонды музея. Поэтому мы сделали такой большой акцент на десятилетие этой программы. И с нами участие в автопробеге принимал доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Гумилева Жамбал Амарович Артакпаев. Он составлял научную часть автопробега. И посетив многие культурно-исторические объекты, древние и средневековые, мы сделали вывод, что благодаря этой программе почти все эти объекты, помимо того, что они были исследованы и велись там раскопки, научные исследования, сейчас там ведется реконструкция. То есть это сохранение этих объектов для потомков, для ученых, для дальнейших исследований. Какая работа была проведена в регионах и оказывали вам содействие местные жители? Действительно, автопробег почти что в каждой области, в каждом регионе, в каждом городе и населенном пункте, где мы бывали, был встречен очень тепло и радушно, с жителями, особенно музейной общественностью. Ведь одной из главных целей проекта явилось именно налаживание связей с региональными музеями, обобщение опыта по программе Мадини Мура. Также высказывалось очень много предложений и проводилось обсуждение общих проблем в музейной сфере Казахстана, а также частных проблем конкретных музеев. А какие конкретно были проблемы обсуждены и были ли приняты решения, как вообще решить эти вопросы? Было задано много вопросов. Какие основные? Основная проблема, как выяснилось, в музейной сфере – это нехватка квалифицированных кадров. И также целью нашего проекта была популяризация профессии музейного работника среди молодежи. Потому что в последние годы из-за недобора студентов, из-за непрестижности данной профессии, многие факультеты в институтах закрылись. И сейчас почти все музеи испытывают кадровый голод. А как вы думаете, в связи с чем сложилась такая обстановка? И почему не наблюдается интереса со стороны молодежи к этой профессии? Наверное, профессия музейного сотрудника считается, может быть, рутинной в какой-то мере, не совсем престижной, может быть, неприбыльной. Но на самом деле, участвуя в этом автопробеге и посетив столько, более 12 музеев, я пришла к выводу, что работать в музее – это очень интересно. Это не только какая-то рутинная работа, как я уже говорила, это также встречи с интересными людьми, постоянное саморазвитие, постоянный поток информации, вот такие вот научно-исследовательские экспедиции. И в основном в регионах, в музеях работают в хорошем смысле этого слова фанатики своего дела. Это те люди, которые по крупицам собирают экспонаты. Мы встречали и очень активную молодежь, что не может не радовать. И, например, в Туркестане нам встретился экскурсовод, который знает пять языков, закончил факультет именно по музейному делу и довольно-таки молодой парень. Я думаю, что действительно такими кадрами надо дорожить. А вот, Татья, вы пиар-менеджер Национального музея. Как вы вообще считаете, как нужно популяризировать, какие методы использовать, что делать для того, чтобы эта профессия сегодня действительно стала популярной среди молодежи? Во-первых, надо развивать культуру среди населения. Вот с открытием Национального музея Республики Казахстан нас посетило более 60 тысяч человек за несколько месяцев. И мы наблюдаем действительно большой интерес, большой всплеск к культуре и истории нашей страны. И когда они приходят в Национальный музей, в наш Национальный музей в Астане, они видят такое богатство, и как это все показано не только с помощью классических экспозиций, но и с помощью инновационных технологий. И многие, честно говоря, даже просто посетители спрашивают, есть ли у нас вакансии, как мы вообще работаем, что у нас интересного. Ну, действительно, у нас штат большой, но для регионов эта проблема, конечно, стоит очень остро. Хотя мы встречали, на встречах участвовали и школьники, и студенты вузов, такие очень хорошие, грамотные ребята, студенты исторических факультетов, или просто школьники, которые увлекаются историей. Я думаю, что все-таки есть будущее у этой профессии. Тем более, что сейчас делается очень многое для сферы культуры в нашей стране. В том числе и ожидается повышение уровня заработных вклад в этой сфере. Одной из целей проведения культурного автопробега – это консолидация музейных работников в одну ассоциацию. Что это даст? В апреле 2014 года Национальный музей инициировал создание ассоциации музеев Казахстана. Мы именно, имея статус Национального музея, хотим значительно расширить круг музеев, которые объединятся под эгидой ассоциации. И будем стараться решать действительно вопросы, выдвигать какие-то конкретные предложения для государственных органов. В том числе и в законопроекты. У нас до сих пор не принят закон о музеях. И ассоциация музеев Казахстана, думаю, должна конкретно над этим начать работать. Я думаю, что действительно ассоциация принесет очень большую пользу. Насколько мне известно, этот автопробег «Уттахмарак» предваряет научные исследования, которые будут в будущем. Вообще, этот проект рассчитан на три года. Вот в этом году мы начали и закончили первый этап, который включает посещение музеев и культурно-исторических объектов Южного и Центрального Казахстана. В будущем году планируется посещение северных и восточных регионов. И последним этапом будет исследование западных областей. Вообще, конечно, первый этап проекта был более ознакомительным. Сделали много выводов, как следует дальше продолжать. Жамбул Умарович выразил надежду, что следующие автопробеги будут с большей частью научной составляющей. Что они будут более научно ориентированы. И в них смогут принять участие больше ученых, этнографов, археологов, исследователей. В том числе, возможно, что в следующих автопробегах примут участие и сотрудники региональных музеев. Какой вызвал интерес именно среди региональных музейных работников в Ваше мероприятие? Как они вообще это все восприняли? Почти везде это было... Событие было воспринято с восторгом. Журналисты первыми назвали наш автопробег культурным. И в этом уникальность этого автопробега. То есть посещая исторические места и показывая все это в СМИ, пропагандируя это по всей стране. То есть мы хотим, чтобы все больше народу больше узнало о нашей стране, о культуре нашей страны. Чтобы пробудился патриотический дух, чтобы захотелось каждому посетить эти места. Вводилась ли такая работа именно информирование сельских жителей по передаче культурных, имеющихся у них культурных ценностей в музеи? Одной из задач, которая стояла перед участниками автопробега, была именно пропагандистская информационная работа среди населения по передаче уникальных культурных ценностей в музеи, в частности в наш национальный музей, как центральный и главный музей нашей страны. Но мы проводили эту работу больше все-таки с музейными сотрудниками регионов. И чтобы они проводили эту работу среди населения своих регионов. Мы, конечно, в ходе автопробега не ставили прямо целью что-то из этого автопробега привезти и забрать. И поскольку времени было очень мало, мы буквально приезжали, проводили встречи, конференции и снова в путь. Было много объектов посещено. Программа была очень насыщена. Были и приключения, и трудности были, где-то мы испытывали. Но все это возместилось радушным приемом региональных музеев и населения. И большим интересом населения вообще к этому проекту. Нас это очень порадовало. А почему такие короткие сроки? Семь областей, причем крупных, и протяженность, расстояние огромное, и всего лишь 10 дней. Может быть, надо было чуть, скажем, подольше сделать, и, может быть, и более результативной была бы работа ваша? Проект, первый этап планировался действительно чуть дольше и чуть с большим количеством участников. Но тут, конечно, немного влияние на продолжительность и количество участников проекта оказалось все-таки финансовой составляющей этого проекта. Мы этот проект провели полностью на спонсорские деньги. Проект Национального музея состоит из трех этапов и рассчитан на три года. Каковы дальнейшие планы по реализации этого масштабного проекта? Национальный музей планирует стать... Это не просто хранилище ценностей, древних артефактов, но он также планирует стать крупным гуманитарным и образовательным научно-исследовательским центром в Казахстане по изучению культурного наследия, по сохранению культурного наследия. Национальный музей также ведет... уже начал вести международную деятельность. Были заключены меморандумы с иностранными музейными организациями, российскими, итальянскими. И мы планируем проводить выездные временные выставки, также и принимаем выставки иностранных музеев. Я думаю, что у Национального музея очень большие перспективы развития. Сейчас все чаще говорится о том, что музей нужно переводить в электронный формат, что должны быть виртуальные музеи. Вот какая работа ведется в этом направлении? Наш музей, наверное, самый инновационный в этом плане. Действительно, у нас в каждом зале стоят информационные киоски. В скором времени появится аудиогид. То есть посетитель, придя, может не ждать экскурсовода, взять аудиогид и направиться на самостоятельную экскурсию, где ему все подробно будет объяснено. Применяются самые современные технологии. На нашем сайте уже установлен виртуальный 3D-тур. То есть, не выходя из дома, зайдя на сайт, мы можем посмотреть все залы нашего музея, оценить экспонаты, оценить масштаб выставок. Но все-таки, особенно побывав в этом автопробеге, я хочу сказать, что нет ничего ценнее, чем увидеть своими глазами и ощутить. В некоторых музеях даже можно и потрогать. Не везде, правда. И именно посещая какие-то города, какие-то населенные пункты, я думаю, что туристы непременно должны посещать музеи. То есть, придя в музей, ты за недолгое время можешь узнать всю историю края. Можешь узнать все самые важные события, происходившие в данной местности. И увидеть все это своими глазами, ощутить, вдохнуть дух истории, можно сказать. А насколько посещаемы ваши электронные 3D-туры? Наш 3D-тур на сайте музея уже набирает популярность, хотя он был загружен буквально недавно. И вообще сайт нашего музея открылся не так давно. Но у нас уже есть круг постоянных посетителей, есть пользователи, которые пишут свои пожелания, что бы они хотели увидеть. И, несомненно, мы, развиваясь дальше, будем изменять количество точек 3D-тура, обзорных точек, я имею в виду. И будет добавляться все больше информации по отдельным экспонатам. А на данном этапе пока что у нас обзорные, получается, мы можем обзорно видеть залы музея. С момента принятия государственной программы Мадини Мура прошло 10 лет. Каковы основные ее итоги? Программа Мадини Мура дала большой всплеск развитию культуры в нашей стране. Были проведены многие археологические исследования, раскопки. Было найдено очень много артефактов. И вот сейчас в нашем музее выставлены почти все золотые люди, найденные на территории Казахстана. И последние из них, это вот именно найденные благодаря программе Мадини Мура. Благодаря программе Мадини Мура реставрируются, реконструируются очень многие исторические объекты. То есть, найдя какие-то захоронения, найдя только фундамент заданий старинных городищ, старых, древних городищ, восстанавливают полностью их облик. И я думаю, действительно, Мадини... И также было открыто много музеев, реконструировано много музеев. Они были пополнены ценными экспонатами. Очень много экспедиций проводилось археологами. Действительно, эта программа дала очень многое для истории нашей страны, для сохранения истории. Спасибо, Атья, за участие в программе. Желаю вам успехов в работе. А телезрителям напоминаю, вы смотрели программу Астана онлайн. Наши передачи можно также посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Субтитры сделал DimaTorzok